Представьте, что ваш близкий человек не разговаривает с вами день, два, три, неделю, месяц. Что может быть тягостней молчания любимого? Что при этом делаете вы? А если вы не слышите Его годами, я имею в виду Бога, что при этом делаете вы? Почему Он молчит? Кто-то спросит, а что Бог разговаривает с человеком? Да. На каком языке? На понятном. Так было с самого начала цветущий Эдемский сад. И в этом саду первые люди – Адам и Ева. Там все было создано для успешной, счастливой жизни. И Бог приходил и в прохладе сада имел беседу, общение с человеком. Бог говорил с первыми людьми. Ну, затем, Библия повествует, случилось грехопадение. И воцарилось во вселенной молчание Бога. Общение с Богом нарушилось, но желание у Бога говорить с человеком осталось. Целые периоды молчания Бога были в истории. Например, читаем, слово Господне было редко в те дни, в одни ли священника Самуила и в ведении часто. Я разделил мои размышления на две части. Первая часть – это молчание Бога. Вторая – как и когда говорит Бог. Как-то разговариваю с одним братом, и он мне вот что говорит, делится. Говорит, я заблудился в поисках, и Библия перестала со мной говорить. Я, говорит, открываю страницы, я вижу буквы, но Библия молчит. Говорит, ты не представляешь, что это за состояние. Молчащая Библия. А он заблудился, зная истину. Известное стихотворение. Кто после правды продолжает поиск, тот ищет лжи. Если ты нашел истину, не ищи больше ничего. Расти в истине, упражняйся, храни истину. Давайте посмотрим, дорогие, почему Бог молчит. Ну и вспомним некоторые примеры из Библии. Например, Бог не отвечает Саулу. Там было два момента, при которых Саул не сдает экзамен. English speaking failed. И вот один из этих случаев, когда вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Почему так? Мы знаем, что в том случае, когда Саул спрашивает Бога, и небо молчит, он обратится к волшебнице. Собственно, сам Саул и изгнал волшебников из пределов Израиля. Ну, одна вот осталась каким-то образом. Бог молчит и не отвечает в том случае Саулу по простой причине. Для Саула источник ответа Бог и волшебница стояли на одном уровне, через запятую. Небо молчит, обратимся к волшебнице. Когда Моисей спрашивает у Бога, я пойду в Египет по твоему поручению, я буду выводить народ израильский из Египта, а меня спросят сыны Израилевы, кто тебя послал, что мне сказать? Как твое имя? И Бог отвечает загадочно. Сущий послал тебя. Что такое сущий? По-простому и понятно, это существующий. То есть Бог таким образом сказал, я единственно существующий, все остальное подделка. И вот здесь Саул к существующему обращается, но по определенным причинам Бог молчит, я уже объяснил их, и он обращается к волшебнице. Конечно, Бог будет молчать. Псалом 49, 21 стих. Бог обращается к соборному образу грешника. Помните, сходишься с вором, прочее, прочее, прочее. Вот такая как бы тяжба Бога со своим народом. И он говорит, ты это делал, и я молчал. Бог молчал, потому что по тексту вот этот человек, или этот образ такой, люди делали что-то. То есть Бог реагирует на наши поступки. Вообще на нас реагирует, на мысли наши, на удачное, неудачное. В одних случаях благословляет, в других случаях не благословляет. В каких-то случаях он просто молчит. Он ничего не говорит. Говорит, ты это делал. Ты, говорит, подумал, что я такой же, как ты, но я тебя изобличу. Я поставлю на вид твои дела. Ты что-то делал. Ты упустил из виду, что я реагирую на твои дела. Итак, здесь простой ответ. Бог молчит как реакция на то, что человек что-то делает не так. Но теперь давайте посмотрим, дорогие, на то, что Бог долго молчит. Почему это? Чем вызвано Его долгое молчание? Исаии, 42 глава, 14 стих. «Долго молчал я, терпел, удерживался». Почему это долго? Ведь если это дисциплинарная мера, но где-то она должна заканчиваться. Почему она не заканчивается? Читаем дальше. Этот же пророк, 57 глава, 11 стих. «Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделала с неверной, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце? Не от того ли, что я молчал, и при том долго, и вот здесь мы обратим внимание на конец этого текста, ты перестала бояться меня». Для того, чтобы этот текст был для нас понятен, давайте обратим внимание и сосредоточимся на том, что я молчал долго, а ты при этом перестал меня бояться. когда Бог долго молчит, человек перестает его бояться, уходит страх Божий. Долгое молчание Бога опасно для человека. Что нужно делать, когда Бог перестает говорить? Привожу пример. Царь Давид. «Но ты сокрыл лицо свое». И что дальше произошло? «Я смутился». Он говорит, «Я тогда стал искать тебя, взывать стал к тебе, потому что ты сокрыл лицо. Вот во свете лица Божия, придите, поклоньтесь». Пред лицом его написано, как полнота радости пред лицом твоим, да? «Но ты сокрыл лицо». «Я смутился, мне плохо стало, я не могу так жить, когда твое лицо сокрылось, когда ты молчишь, когда я молюсь туда, в пространство, но в ответ не приходит ничего. Я так не могу». Если этого не происходит, такой реакции с нашей стороны, и долго Бог молчит, и мы ничего не делаем, уходит страх Божий. Мы просто превращаемся в религиозных людей, которые отправляют определенный культ, пусть это даже в нашем контексте, но при этом утрачивается контент, само содержание, которое нас делает христианами. Давайте перейдем дальше. Иисус молчит перед Пилатом, перед Иродом. Псалом 20, простите, Матфея 22 глава 12 стих. Он же молчал. Вот Пилат. Мы знаем, что нашего Господа судили, арестовав в Гефсиманском саду, и, собственно, суд распадается на пять частей. Это было вначале Ханания, или Анна, глава первосвященнического рода, затем это был Каяфа, который на тот год был первосвященником, потом был Пилат, Ирод Пилат. И вот, когда перед Пилатом Иисус предстал, Пилат задает ему различные вопросы, потом говорит, «Мне ли не отвечаешь?» Помните, «Не знаешь ли, что я имею власть?» Делаем остановку. Иисус на это ему отвечает, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Другими словами, Пилат, ты глубоко ошибаешься, тебе делегировали небольшой сегмент власти, даже такой сомнительный, предать Сына Божьего на смерть. Вот это искупление, план искупления Божьего, грандиозный. То есть, скорее всего, Пилат тебе даже вспоминать-то будут уже, ну вот, в связи с тем, что ты отдал на смерть. Поскольку это не был человек власти, имеется в виду, обладающий властью, Иисус и молчит, и ему не отвечает ничего. Затем Ирод. Ирод – это один из Иродов, их несколько было в этом царском роде. И вот он как раз в то время был в Иерусалиме. Представляете, этот человек, этого высшего слоя общественного, ему хотелось позабавиться. Ему хотелось что-то очень интересное, посмотреть, послушать. Он много слышал об Иисусе и хотел увидеть какое-то чудо. Ну, скучно уже было человеку. И вот он его, как бы, опять же, пытается провоцировать на какое-то дело. Иисус молчит. Знаете, почему? Потому что Иисус пришел не забавлять людей, а спасти их. Взыскать и спасти погибшие более точно. Но вот эти вот все его там что-то... Помните, род сей лукав, он ищет знамение, но знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Иисус не отвечает ни одному, ни второму. Вопрос, почему Бог в целом, вот Божество, перестает говорить? Один текст Писания, который достаточно исчерпывающе объясняет эту ситуацию. Захария, 7 глава, 13 стих. «И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, я не слушал, говорит Господь Саваоф». По тексту. Он взывает, то есть Бог говорит к человеку, человек не слушает. Но потом человеку становится плохо, и человек начинает опять к Богу. Господи, мне плохо. У меня тут обстоятельства, пандемия, еще что-то у нас, в нашу жизнь пришло какие-то потрясения. Господи, что-то надо сделать? Я заболел. Господи, услышь меня. Господи, мне еще что-то надо. Мне дом надо, мне машину надо, ну и еще. Да все-то нормально. Но я начинаю с Богом говорить, когда вот что-то меня там припекло. А он молчит. Он говорит, ну я же с тобой разговариваю. Я к тебе обращался, и ты молчал, ты не слушал меня. Поэтому теперь ты обращаешься, и это говорит Бог любви. Я тебя слушать не буду. Бога не устраивает одностороннее вот это вот, ну такое даже потребительское отношение к нему. Поэтому он молчит. Давайте перейдем к следующей части. Бог говорит с нами. Почему Бог говорит? Ради общения, руководства и для поддержки в тяжелых обстоятельствах. Во-первых, это факт. Бог говорит с человеком. И когда выведет своих овец, мы читаем Евангелие от Иоанна, 10 глава, весь отрывок это с 13 по 16 стихи, идет перед ними, и овцы за ним идут, потому что, подчеркиваю, знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Я помню, с молодежью беседовал, говорю, молодежь, вы знаете чужой голос? А что это такое? Ну, чужой. Вот есть голос пастыря, а есть чужой. Вы можете собрать весь арсенал того, вот это многоголосие, но оно из других, от другого идет. Тот, который забавляет людей. Вся эта развлекательная система мира, которая своими голосами светскими, певцов своих, там каких-то так-шоу и так дальше, вот это все, что насыщает, наполняет человека. Я часто летаю в самолете и слышу иногда молодые люди, вот просто вот вставили, ну, слышно очень громко через эти все AirPods. И вот это просто ритм, ритм бьет, 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 бьет. Это тоже чужой голос. Зачем ты его знаешь? Зачем ты приучаешься к нему? Это же ведь влияет на состав твоего мозга. Тебя это деформирует внутри. Жалко, что дети Божьи знают чужой голос. Они не разберутся, когда пастырь их позовет. И вот дальше в этом отрывке, говорит, есть у меня и овцы другого, ну, другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти, и они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь. Они услышат мой голос. Представляете, вот когда Бог говорит, и я помню, приехал к одному человеку, брату, у которого были очень тяжелые переживания, и у меня был только один вопрос. Я говорю, с тобой Бог разговаривает? Он говорит, да. Приходят узнаваемые мысли. Я говорю, все, я только помолюсь о том, чтобы это продолжилось в твоей жизни, и ты все поймешь. Он тебя проведет, потому что ты его слышишь. Все, достаточно. К факту относится и то, о чем мы читаем в книге Откровения. Имеющий ухо слышать, да, слышит. А что слышит? Дух говорит церквам. Дух говорит церквам постоянно, но только единицы, возможно, их много или мало, они слышат его, они понимают его руководство, они понимают его поддержку, они насыщаются, они успокаиваются, утешаются. Кстати, вот это главное предназначение, ну, это дальняя перспектива, правда, в проповедовании, это утешение. И мы утешаемся, когда через проповедников, через Слово Божие мы слышим Бога. Второе, которое относится к этой второй части, большой части, Бог говорит с нами, это я бы так сформулировал в виде вопроса, «как Бог говорит с нами». Ответ прост, конечно, через Библию. Но каким образом? Ведь читают Библию разные люди, но не со всеми говорит Библия, хотя бы с учетом того примера, который я уже привел. Бог говорит через Библию путем озарения. Если выражаться библейским языком, это откровение слов твоих. Откровение. Мы читаем в книге Даниила, 12 глава, 4 стих. Запечатай слова откровения этого. В книге Откровения, последняя книга, 22 глава, 10 стих, не запечатывай. «Коль скоро в Библии есть понятие запечатанного и незапечатанного слова, мы понимаем, что в одном случае мы читаем и озарение не протекает в нас, не открывается нам слово в одних случаях или открывается в других случаях. Иногда этот же аспект рассматривается уже не с позиции запечатанного слова, а с закрытого нашего разума. Луки, 24 глава, написано «Тогда открыл им ум к разумению Писания». Итак, когда нашему уму понятно Божье Слово и озарение охватывает нас, и мы содержание Писания, месседж вот это, послание, понимаем, это значит, что Бог с нами уже говорит. Так было и с Иовом непосредством Библии. Библиисты утверждают, что книга Иова – это первая книга Библии, исторически, как бы, хронологически, составленная, написанная. То есть, по сути дела, Библии-то не было тогда еще. Вы помните, что было с Иовом, когда он услышит голос из бури и после этого скажет вывод его, да? «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя». Это как раз описывает момент озарения, момент и процесс, собственно говоря, в определенной степени. То есть, я слышал, это было общее понятие, а теперь глаза мои видят. А что он видел? Ну, физически он ничего не видел. То есть, озарение сделало явью ту истину, о которой он слышал. Это и есть откровение слов Божьих. А дальше уже было руководство Бога, что и как делать. Бог говорит с нами путем внушения и влечения Святого Духа. Текст. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим». Деяние, 20 глава, 22 стих. Апостол Павел говорит. «Его влечет Святой Дух, и мы знаем, что в христианстве есть такое понятие вообще в отношениях с Богом, шире давайте возьмем, как увлечение Богом. Это определенная страсть по Богу. Мы иногда с вами, дорогие, как бы сторонимся чувственности и понимаем, что есть опасность впасть в чрезмерную чувственность, но и недостаточность чувственности – это тоже проблема. Потому что мы читаем послание к филиппийцам, 1 глава, 9 стих, «Чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве». Это нормально. Возлюби Господа всем сердцем, всем разумением. Это вот знание, информация, всею душою. А это в том числе наши чувства. Все должно быть естественно. Холодное христианство – это страшное явление, которое все знает о ликовании неба, но которое не ликует сегодня. Но если в нашей жизни, возлюбленной, нет блаженства, то мы еще ничего не узнали о христианстве. Влечение. Пророк говорит, «Ты влек меня?» Я увлечен. Ты сильнее меня. Вот он настолько увлекает своей любовью, что когда мы идем за ним, дорогие, мы увлекаемся Господом. Нам настолько хорошо. Вы представляете, это увлеченное Господом сердце Симона, Шимона, который говорит, «Кому на мете ты имеешь глаголы вечной жизни?» За тобой. Второе. Они по внушению Духа говорили что-то. Деяние 21.4. Внушение Духа – это глубокое проникновение определенной мысли или идеи, которая вкладывает Дух Святой. Ну, внушать можно, в общем-то, и человек человека может что-то внушать. Или дьявол даже может внушать. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Он спрашивает Иоанн Креститель, шедших для крещения. Мы сегодня утром говорили, «Твила» на берегу Иордана. Ну, и то, что, собственно, там совершалось. Бог также говорит через сновидение. Бог людям говорит во снах. Иова 33.14. Мы знаем сон Иакова в Вифили, Бетель, когда он увидел лестницу и ангелов, которые поднимались, и опускались. Загадочное явление, и так ли? О чем он так говорит? Вот этому беглецу, которого Бог благословил, кстати, иногда говорят о том, что молодые люди в каком-то своем таком самомнении, они говорят, нам не обязательно получать благословение родителей. Вот мы тут сами, найдите, покажите. Да, в Ветхом Завете Иаков благословлял. Покажите, где в новом. Показываем. Почитай отца и мать, будешь долголетен, и будет тебе благо. Благо. Благословение. Корень. Будет тебе добро. Если ты почитаешь родителей, мне, кстати, очень приятно видеть, на этом вечернем собрании, немногочисленном, видеть молодежь. Здорово. Благослови вас, Господь. Я очень надеюсь, что вы сюда пришли, не потому что вас обязали прийти, сказали обязательно, обязательно, доченька, сыночек, не придешь. Взрослые люди пришли здесь, уверены, что это по зову сердца, по влечению духа. Благослови вас, Господь. Почитай отца и мать, относись уважительно к родителям, и у родителей создаться внутренний ресурс для того, чтобы сказать, доченька, благослови тебе Бог. Сынок, да будет Бог с тобою. Для этого нужно уважать родителей. Если родителя не уважаешь, у них этого не будет, ничего они тебе не скажут, и что ты будешь как-то сам устраиваться. Так вот интересно, что Исаак благословляет Иакова. Ну, там вот, знаете, шкуры эти были, сомнения были. В итоге произносит благословение. Можно было бы усомниться в том, можно было бы усомниться в том, что это благословение настоящее. Оно ж обманом, хитростью там, да? Когда он уже убежал, Иаков, и лег камень там под головой, и он в Вифиле, Бог ему является и говорит, практически повторяет благословение отца. Почти слово в слово. То есть, другими словами, Иаков, ты даже не сомневайся, вообще благословляю тебя я. А отец, ну, через отца, и вот сейчас это просто подтверждает, что я буду с тобой. И вот эта лестница, смотрите, поднимаются ангелы, опускаются. То есть, Иаков, ты уходишь сейчас, на долгие годы, ты будешь в Месопотамии, и там будет лаван, который будет менять награду там как-то с тобой, там дочка одна, до вторая, там столько всяких вот этих движений. Он говорит, у тебя будет связь с небом, у тебя не только молитвы будут подниматься наверх, они будут опускаться, ты будешь получать ответы. Иаков, связь с небом, Бог будет говорить с тобой, не только ты будешь говорить с Ним. Сон. Или, допустим, Иосиф, муж Марии, опять во сне, или же муж македонянин. Сон нужно было обязательно привязать к обстоятельствам, видение некоторое. Не будем сейчас эту градацию тут определять. Это вот некий образ, который человек видит, да, и обязательно Бог изъясняет. Задача Бога не озадачить нас, а задача Бога передать определенную информацию, и если она не на поверхности, обязательно будет толкователь. Например, с фараоном, это кто был? Иосиф, да? Пришел, а, это вот так, Господь открыл. То есть, если даже сон зашифрован, то у Бога есть те, которые изъяснят этот сон. И таким образом Бог говорит с человеком. Еще Бог говорит на языке обстоятельств, стихийных бедствий, на языке явлений природы, да, или отдельных личностей. Бог томил голодом Израиль в пустыне, чтобы испытать, чтобы смирить. Представляете? Вот Израиль идет во пустыне. Само это явление достаточно редкое. Огромное количество людей, которых нужно кормить, поить, там и прочее. И вот Бог, написано, да, мы читаем с вами, томил голодом. Народ говорит, нам плохо, нам не хватает. Рацион слишком скудный, скудный рацион. А, оказывается, Бог с ними говорит. Он не просто не дает им есть, он посылает определенное послание. То есть, вы должны понять, что же он, поймите, что Бог говорит. Или, допустим, воды нет, они говорят, они роптать. Да при чем здесь Моисей говорит? Что на нас торопщите? Есть Бог, который с вами говорит на языке этого голода. Нужно понять его месседж. Или же, когда мы не могли уговорить его, это зарисовка, разговор верующих людей с апостолом Павлом, который говорит, я иду в Иерусалим, я не только готов страдать за имя Господа, да умереть за имя Господа Иисуса. И вот, когда мы не могли уговорить, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. То есть, в конце концов, они поняли, что Господь с ними говорит и что Он им говорит. Что Он им говорит. Вот я творил при тобою дверь, мы читаем, книга Откровения 3,8, и никто не может затворить ее. Я творил, это я тебе что-то сказал. То есть, открытые двери, то есть, возможности, которые ты можешь использовать, это то, что я говорю к тебе, это вот мое послание, тебе нужно понять его. Или я закрыл дверь. Много лет назад, мне как-то вот легло на сердце, такой принцип жизненный, я держу его. В открытые двери входить, в закрытые не пытаться проникнуть, преодолеть, но в открытые входить собрано, потому что ты не знаешь, как долго они будут открыты. Болезни, преследования, наговоры какие-то, это тоже может быть посланием Бога, и нам нужно понять, что же Он нам говорит. Один молодой человек говорит, я знал, что Бог хочет от меня, Он неоднократно это говорил через проповедь, через личное чтение Библии, через чтение каких-то других материалов, ресурсов, что-то на канале YouTube я смотрел, слушал, и постоянно я понимал, о чем Бог, что Он мне хочет сказать. Но я не шел навстречу, я не отвечал положительно. И потом я, говорит, попал в аварию. Страшный удар, я так себя пощупал живой. Говорю, Господи, я все понял, больше не надо. Мы подходим с вами к важной части. С кем говорит Бог? Четыре ответа. Первое. Бог говорит с тем, кто Его слушает. Говори, Господи, ибо слушает раб Твой, говорит отрок в Скинии, в Щило, в Силоме. Но вначале он этого не понимал. Там ситуация была очень трудная. Один уже забыл голос Божий, другой еще не знал. И вот это все движение, там внутреннее по Скинии, уже темно. Он слышит, Самуил не может понять, ты звал меня? Нет, не звал, иди ложись, сын мой. Ты звал меня? Не звал. И наконец, я представляю, как затрепеталось сердце этого пожилого священника Илья. Он стал догадываться, что там, в полумраке, скини, Бог обращается к отроку. И он так говорит, когда зовущий позовет, скажи, слушает раб Твой, то есть я сконцентрирован, мое внимание рассеяно, я не держу в одной руке смартфон, в другой еще что-то, и пытаюсь понять Бога, что-то услышать, там где-то у меня что-то там гремит в ушах, и ты каким-то образом через этот шквал музыки или там каких-то звуков ты попытаешься услышать Бога. Когда Саду Сундер Синг, апостол индусов, приехал в Америку, он говорит, вы Бога не услышите, у вас слишком шумно. Бог говорит с тем, кто его слушает. И вот это вот разбег времени, смотрите, и внимание, кстати, концентрация внимания, так говорит Господь. В Ветхом Завете с этого слова начинались обращения Бога, через пророков. Так говорит Господь. Для чего он это говорит? А он говорит для того, чтобы я успел сконцентрироваться. Так говорит Господь. Какие-то секунды, но вот он, я уже слушаю. У Бога его слово, это не дешевый поток. У Бога каждое слово на весу. Поэтому он говорит тем, которые слушают. Слов на ветер не бросает. Апостол Павел говорит, ты будешь говорить на ветер. Вот что-то непонятное. На ветер не надо говорить. И Бог на ветер не говорит. Второе. Бог говорит с теми, кто жаждет слова от Господа. Вы знаете, дорогие, наше движение, евангельское, евангельское, баптистское движение знает различные периоды. Были периоды, когда братья перед Второй мировой войной, они просто сидели в тюрмах и сильно переживали о том, что будет с церковью. Все служители уже в тюрмах. Церкви остались без служителей. Что будет происходить? Они молились. Господи, сохрани Твою церковь на просторах бывшего Советского Союза. Разные периоды. Мне выпало заниматься, я готовил курс для Библейского колледжа, который так и называется «История церкви». и я проанализировал все движения, начиная с самого начала. Есть замечательная книга на английском языке, она называется «The Pilgrim's Church», которая на 700 страниц, фундаментальный труд, который я значительно использовал в подготовке этого курса. И вот там дается информация, все это подтверждается документально. Что было вообще, все наше движение с самого начала церковь Иисуса Христа в основном, большей частью, это были трудные периоды. Это были периоды гонений, преследований. Но благодаря этому церковь жила, благодаря этому дома молитвы переполнялись, благодаря этому молитвы, они возносились к Богу от горячего сердца, благодаря этому мы застывали перед раскрытой Библией, благодаря этому мы не спали тогда, когда не нужно было спать. Благодаря этому мы стремились к общению. Мы – это вот все наше движение. А были периоды благоденствия. Все спокойно, тихо. Мирное небо, за которое мы благодарим и правильно делаем. Но когда оно мирное, як тревога, кажуть украинцы, так до Бога. Мы его туда сбежим, потому что он плохо. И пробуждается сердце, совесть очищается. Мы начинаем искать Бога. Так что хорошо, когда мирное небо или когда что-то там происходит. Ну, конечно, мирное. И мы молимся о том, чтобы оно везде было мирным. Но дай Бог нам духовное здоровье так же. Бог говорит всеми, которые жаждут слова от Бога. Или я. Пророк, который вчерашний герой накормили, он уничтожает и дал поклонство, а сегодня он сидит под можжевелым кустом. Кстати, научно доказано, что можжевельник издает удушающий запах, то есть Илья, пророк, сел под можжевеловый куст неспроста. Он неспроста просил себе смерти. Говорит, все, Господи, довольна. Простым языком говоря, нужно сворачивать программу, потому что жертвенники разрушены, пророки убыты, я остался один, стоп, не один, 7 тысяч. Мы уже говорили в лагере о том, что, собственно, Израиль это небольшая страна, 530 километров от Митулы до Илата, по ширине это, ну, 135-130, 130 километров. Если вы услышите другую информацию, верьте тоже, потому что в Израиле каждый со своей рулеткой ходит. просто есть другое мнение, так называется в Израиле. 60% Израиля это пустыни, и он там все знал, он все знал, всех знал, и он говорит, я один, а Бог говорит, у меня 7 тысяч, не 7, не 17, не 70, и не 700, 7 тысяч, 7 и 3 нуля. мы не все знаем, и слава Богу, и слава Богу. И вот представляете, когда вначале Господь выравнивает его жизнь, дает ему баланс, покушать, поспать, нормализуется вот этот вот жизненный баланс, а дальше говорит, ты без откровения Божьего дальше не сможешь, проще говоря, иди вот туда, гора Хореф, гора Хореф. Я глубоко убежден, и вы тоже, что Синай, гора, или гора Хореф, более правильно, более точно, она находится не на Синайском полуострове, как некоторые считают, она находится в Аравии, об этом говорит апостол Павел, и мы верим. То есть есть библейская география, библейская археология, и я сторонник этих наук. Ежели это так. Кстати, два кармила. Есть один кармил или кармель, более точно говорит, потому что это окончание эль, указывает на Бога, виноградник Божий. Один находится в, получается, нижняя Галилея, а другой на юге. Если считать, брать за основу, ну, мы так все считаем, наше такое чутье нам подсказывает, что Илья действительно трудился вот там, в Нижней Галилее, то это, по крайней мере, несколько пустын ему нужно было пройти. Иудейская пустыня, пустыня Арава, что там еще. Но он, скорее всего, не захватывал Негев, полуденную землю. А что такое пустыня? Это змеи-скорпионы. И он идет 40 дней, 40 ночей. Он жаждет слова от Бога. Когда он зашел в эту пещеру, уже придя к горе, слышит вопрос, Илья, что ты здесь? Господи, жертвенники разрушили. Все вот так уже, все, как бы, окончание. Господь как будто не слышит, ничего ему не говорит. Он выходит из пещеры, и снова вопрос, Илья, что ты здесь? Господи, жертвенники разрушили. Потом, Господь говорит, будет сильный ветер, раздирающий скалы, не в этом Господь, огонь, не в этом Господь, а потом будет фейни тихого ветра. Илья набрасывает этот капюшон свой, хури, сегодня говорят, набрасывает на себя. Он понял, что Бог с ним заговорил. Это то, что ему нужно было. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. И ему это было нужно. Мы уже вскользь говорили о великом мученике Иове. Тот, который потерял семью, потерял имущество, потерял скот. Ну, все, практически все. И расположение, и веру жены. То есть, она как поддержка, опора, тоже потерял. Она говорит, уже все. Сколько можно, похуде Бога, умри. Мое предположение. Самым тяжелым для Иова было не все перечисленное и не что-то по отдельности. Смею предположить, что самым тяжелым для этого человека было молчание Бога. Он говорит, «Я иду вперед, я тебя не слышу, назад тебя нет, я тебя не нахожу, где ты? Я жил правильно, ну, старался все делать, я привечал вдову, поддерживал сироту, ну, все делал правильно. что это?» Молчание Бога. Он говорит, «Ну, скажи что-нибудь, мне тяжело, скажи что-нибудь, небо молчит». Друзья говорят, он говорит, «Ну, то, что вы сказали, это же тяжелее песка морского. Зачем вы все это говорите? Вы же просто пустословите, лучше бы вы молчали еще семь дней или еще семь дней». Он говорит, «Мне Бога услышать надо». И вот, когда Бог обращается к нему, говорит, «Избори, Иов, где ты был, когда все начиналось?» Понятно не было. А ты знаешь, вот что происходит, когда вот там лани и еще что-то? Он задает ему 84 гипотетических вопроса, на которые Иов, естественно, ответа не знает. Да не в этом вопрос. Бог заговорил. Иов успокаивается, он говорит, «Ты со мной говоришь? Ну, все. Вот теперь все. Теперь я понимаю, что все ты устроишь. Ты со мной говоришь». Мария говорит, «Алчущих исполнил благ, богатящихся отпустил ни с чем». Кого он исполняет благами? Если мы равнодушны, мы так просто где-то тут, ну, рядом со Христом, рядом с церковью, вот это такое, ну, ничего не получится. Если ты не жаждешь Бога, он с тобой-то и говорить не будет, и он тебя не исполнит благами. Это вот особые отношения, доступные, впрочем, каждому верующему человеку, рожденному свыше, когда ты ищешь Бога. Если даже не получается, ну, ты ему скажи об этом. Скажи, не получается. Один брат говорит, Бог проговорил очень ясно через проповедь ко мне о том, что я мало уделяю времени, есть спонтаник, как бы импровизированный, нет, как-то по-другому надо сказать, молитвы, вот, на всяком месте, молитва в духе. А есть молитвы такие, scheduled, то есть, когда мы заходим в комнату, закрываем дверь, мы определяем время с Богом. И говорит, брат, Господь мне просто очень ясно сказал, что у меня мало времени вот этого scheduled, определенного, закрепленного, который по расписанию, который я захожу и уделяю, ни набегу, ни на скаку. Набегу и на скаку, духовная жизнь не строится definitely, по определению. Третье. С кем Бог говорит, с тем, с кем у него отношения, дружбы. Написано, а с праведным у него общение. Притчи 3, 32. Подразумевается взаимность. Здесь ты ему молишься, он наполняет тебя миром, любовью, отвечает на твои молитвы. И текст описания. А наше общение с отцом и сыном его, Иисусом Христом, если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме. Иисусом Христом, имеется в виду нужное общение. Верен Бог, которому мы призваны в общении с сыном его. Вот это вот общение. И в недрах этих отношений мы слышим Бога. Четвертый вытекает из третьего. Это не просто отношения, общения, двухсторонние. Это сугубо личные отношения. Читаю. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. Мы об этом уже вскользь говорили. И он зовет своих овец, вот об этом мы не говорили, по имени. По какому имени зовет? По нашему, который дали нам родители. К Самуилу обратился по его имени, который дала мать, отец. Но это еще не все. И дам ему белый камень, книга Откровения 2.17, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Дорогие, здесь сказано, что дам побеждающему белый камень, и там будет новое имя. И этого имени никто не знает, сугубо лично. Он и ты. Никто не знает. Самуила, ну, поэтому мы обращались другие, священник и прочее. Наши имена, Петр, Иван, знаем. Обращаемся по имени. А новое имя никто не знает, кроме того, кто получает. Вы представляете, насколько это действительно сугубо личные отношения с Богом. Это те, с кем Он общается, кому Он что-то говорит. Он не только с ними говорил на земле, Он будет с ними говорить в вечности. Подходим к молитве. Я, дорогие, не знаю вас досконально. Досконально каждого из нас знает Бог. Я лишь хочу задать вопрос. Говорит ли с тобой Бог? Ты вообще Его слышишь? Он отвечает на твои молитвы? Он посещает тебя миром в ответ на твои молитвы? Приходит ли руководство в ответ на твои молитвы? Если нет, это просто мертвая религия. Никому не нужная. Ни людям, ни Богу, тем более. Это пустая трата времени. Более того, осмелюсь сказать, это оскорбление Бога, который принес жизнь и жизнь с избытком. Бог хочет говорить с нами. Сейчас, когда мы будем молиться, я хочу пригласить тебя к решению. Если с тобой не говорит Бог, поставь точку в истории вот этих печальных отношений. Просто что-то ему скажи. Ну, скажи честно и искренне. Не нужно эти все трафаретки, там, какие-то образы, общие фразы. Что они дают? ничего не дают. Скажи правду, тем более он ее знает. Скажи ему, Господи, я сам. И вот поговорил, поговорил, там, тебе что-то сказал и побежал, занят. Скажи ему, начнется другая жизнь. Начнется другая жизнь. Но в том, что он молчал и притом долго, и ты ничего не делал, в этом нужно покаяться и после этого начнется общение с Богом. Давайте помолимся Господу. Приглашаю вас, дорогие, преклонить колено перед Ним и искренно, просто обратиться к Нему.